всем привет мои дорогие друзья вы как всегда на канале готовим месте сегодня у нас будет челлендж 5 ингредиентов и челлендж у нас будет с каналом рецепт с пачки может быть его знает кто-то как мел милович он готовит по рецептам с упаковок различных продуктов у него получается очень круто довольно много рубрик интересных на его канале так что обязательно проходите смотрите ссылочка будет как всегда в описании под видео и так пять ингредиентов у нас сегодня это бекон курица сыр грибы и картошка я не знаю что приготовит мел милович но я буду готовить сегодня ролл по-русски из этих пяти ингредиентов будет очень круто ребята очень необычно что свойственно моему каналу я люблю всякие интересные штуки ну вот бекончик значит у меня сыр копченый здесь куриная грудка 2 гриба шампиньона и картофель и сыр но сыр ребята я беру пармезан для того чтобы бафнуть немножко наш ролл чтобы он был чтобы вкус у него был поярче так как пармезан обладает таким очень сильным сырным вкусом а других ингредиентов у нас нет то есть я бы добавил сюда еще наверное зеленушки тимьянчик а можно чтобы был такой вкус поинтересней но 5 ингредиентов никуда не денешься ну и соответственно конечно же соль перец нам понадобится это как дополнение как специя ну что давайте будем уже приступать начнем ребят с картошки я ее почистил и надо нам ее нарезать помельче чтобы сделать пюре вот так вот она так быстрее сварится просто нарежем ее помельче и отправляем на газ далее мы с вами нарежем грибы грибы нам нужно нарезать вот на такие довольно-таки толстые части чтобы они у нас сохранили свою форму при обжарке вот на такие фрагменты далее у нас идет курица и и нам надо вот так вот разделить на две части вдоль чтобы она немножко была потоньше вот так вот и нарежем ее на такие длинные полоски примерно сантиметр на сантиметр вообще ребята это обалденная будет закуска очень будет красиво выглядеть сюда мы выложим нашу курицу на доску я буду готовить один ролл поэтому мне много продуктов не нужно если вы будете готовить больше соответственно берите больше продуктов но потом я все как всегда в описании напишу сколько мне чего понадобилось курицу немного подсаливаем добавляем немного перца для вкуса и немного сбрызнем маслом у меня оливковая вы смотрите какой у вас есть и вот так как то немножечко вот так вот и и вот эти фрагменты нам не понадобятся только длинные полосочки вот так вот и пусть у нас полежит здесь помаринуется а мы пока начнем обжаривать грибы сковородка у нас нагревается добавим совсем чуть-чуть маслица вот так вот его распределим по всей сковороде и сюда выкладываем грибочки будем обжаривать их с одной стороны потом с другой стороны вот видите они такие толстые но они конечно же процессе жарки уменьшится но сохранят свою форму не вот это и нужно и так ребята прошло у нас где-то 30-40 наверное секунд грибочки наши мы переворачиваем вот посмотрите как они поджарились хорошо и также будем жарить на второй стороне очень круто прошло у нас еще где-то 30-40 секунд хочу я перевернуть еще разочек их посмотрите как круто чтобы они были немножко посуши так ну все грибы наши готовы в общей сложности прошло у нас где-то около двух минут вот такие вот они красивые в принципе то что мне и нужно выкладываю их пока в емкость пусть пока остывают а мы с вами на этой сковороде поджарим курицу масло я сюда добавлять не буду так как масло на курице уже есть вот такими вот полосочками желательно ровными мы будем ее обжаривать со всех сторон до готовности так как это куриная грудка она готовится очень очень быстро поэтому мы туда-сюда и и покрутим я думаю что раза два наверное самое главное ее не пересушить чтобы она осталась более менее сочной а то ролл нас будет очень сухой вот буквально я думаю даже два раза нам хватит туда и сюда прошло у нас ребята две минуты курицы наши точно готова чтобы ее не пересушить я ее снимаю с огня посмотрите какие аппетитные кусочки получились так ребят картошка у нас сварилась я оставил на дне буквально чуть-чуть воды потому что пюре мне надо чтобы было очень сухое и здесь налил воды из-под картошки чтобы если что если будет очень сухо то можно всегда его разбавить и вот так вот и и переминаем и сейчас я буду сюда тереть пармезан в горячий картофель чтобы он успел раствориться замешиваем его сюда чтобы он у нас полностью растворился это придаст нам сырного вкуса и будет очень ароматно потому как специй мы никаких не добавляем потому что напомню ребята у нас челлендж пяти ингредиентов вот пюрешка мне в принципе уже нравится получилось она довольно таки сухая и и будет очень удобно намазывать на бекон и все оставляем ее остывать как остывает продолжим и так ребят все у нас готово для формирования ролла вот так мы возьмем пленки и начинаем сюда выкладывать бекон так чтобы он друг на друга заходил или давайте лучше нам не так возьмем вот так чтобы потом удобнее было скручивать и вот так вот его укладываем вот так чтобы он заходил друг на друга чтобы разрывов у нас не было вот так вот я выложил мне попался конечно немножко толстоватый бекон поэтому я не знаю но наверное думаю все равно получится у нас все ну конечно лучше брать чтобы бекон был тоньше и так следующим слоем у нас идет картофельное пюре размазываем его аккуратно до середины ровным слоем вот так вот я намазал картофель где-то наполовину бекона далее мы укладываем курицу так потом сверху грибы наши красиво поджаренные можно еще как-то вот сюда чтобы грибочков было побольше и сверху на мелкой терочке еще мы натрем сюда пармезана здесь обрезаем пленку и аккуратно начинаем это дело все скручивать ups так здесь мы это дело подожмем вот такой вот ролл здесь мы его закатываем хорошо чтобы придать ему красивую круглую форму и вот такой вот ролл у нас получается красивый кругленький отправляем его в холодильник чтобы он немного у нас подостыл чтобы картофель застыл и потом мы его будем жарить и так ребят прошло у нас 15 минут наш ролл полежал в холодильнике я вот хочу его немножко пройти циновкой задать ему квадратную форму чтобы мне проще было его обжаривать вот такой вот он у нас самое главное чтобы не развалился циновку убираем отрезаем солюду ну и развернем его ну вот такая почти почти завершенная красота у нас получается края нормальная форма есть все пойдемте жарить так ребят жарить я буду на сковороде без добавления масла но это понятно потому что бекон у нас жирно и сейчас будет вытапливаться и просто зададим мука хорошую красивую корочку со всех четырех сторон ну вот ребят посмотрите вот до такой корочки я его довел немножко бекон снизу открывается но ничего сейчас мы его поставим на тарелку пока и он у нас застынет так как мы его поставим все равно пока горячий на нарезать моего не будем вот такая вот красота у нас получается сейчас оставляем его остывать чтобы остыл чтобы его можно было нарезать уже на порционные роллы ну что ребята наступает самый ответственный момент нам нужно разрезать вот эту красоту как я это буду делать я пока еще не знаю но давайте попробуем так вот вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...